Жителям Шимкента грозит вегетарианство. В городе торговцы мясом готовы уйти в подполье. На одной из улиц вот уже несколько лет идет бойкая торговля мясом и живым скотом. Но по ходатайству депутатов народного маслехата суд принял решение о приостановлении этого бизнеса до окончания всех санитарных проверок. Что по этому поводу думают предприниматели, расскажут наши корреспонденты. Сайфулаг Ультураев настоящий фермер, хоть и живет в городе. Вот уже 20 лет он вместе с родственниками занимается скотоводством. В поселке Ультураевых есть ферма для выращивания овец. А в городском доме, недалеко от центра Шимкента, они разделывают баранов и продают их на мясо прямо со двора. Пять лет назад Сайфулаг узаконил свой бизнес и теперь исправно платит налоги. Столько инстанций прошло, санепистанцию, ветеринарию, все документации прошло. И теперь они говорят, что это все незаконно говорят. У меня тут узаконено все, документация в порядке. Мы работаем, четыре семьи тут обеспечиваем, работаем. Ну, если наша эту работу закроет, нам куда идти без работы? Улица в частном секторе, где живет Сайфулаг Ультураев, известна всему Шимкенту. До декабря прошлого года здесь было очень оживленно. Желающих купить свежее мясо или живых баранов всегда было достаточно. Этим бизнесом официально промышляли около 10 владельцев домов. Они уверяют, что соблюдали все правила и санитарные нормы. Если закроют, мы под полной будем все равно работать. А без этого нам кормить детей, внуков, нечем. Куда нам идти? Как уверяют сами городские фермеры, соседи не жаловались, покупатели тоже. Пока депутаты областного маслехата решили, что баранов в городе слишком много, они потребовали у ветеринаров выяснить, в каких условиях ведется откорм и забой скота. Мы запрос отправили в территориальную ветеринспекцию по городу Шимкента. Они нам отправили письмо, что в прошлом году они проверяли 6 таких убойных площадок, наложили штраф, после этого отправили в суд. Суд решил, что забой скота в жилом районе Шимкента нужно приостановить до тех пор, пока ветеринары и санитарные службы не проведут все необходимые проверки. По их результатам будет решено, кто из предпринимателей получит разрешение на дальнейшую работу. Александра Ким, Евгений Педура, Информбюро, Шимкент.